доброго времени суток мои дорогие подписчики и подписчицы и мы продолжаем просмотр аниме code geos по счету нас идет первый сезон 11 серия по поводу прошлой серии можно сказать только одно что битва между если можно так назвать а скорее всего можно то есть битва между корнели и зеро идет полным ходом и окончание этой битвы и то кто окажется победителем в этой битве схватки мы скорее всего узнаем в этой серии но по крайней мере надеюсь что узнаем в этой серии но так что будем непосредственно приступать к просмотру но перед этим как обычно не забывайте подписаться на канал ставить лайки писать комментарии если вам нравятся мои реакции конечно же вот но если вы хотите смотреть это они мои другие которые выходят на канале на несколько серий вперед без закрытия экрана без заглушения звука и без каких-либо вырезов то тогда добро пожаловать вам на бустим подписочка стоит 100 рублей а ссылочка находится в описании под роликом вот сейчас же всем сейчас же всем желаю приятного просмотра вот и поехали смотреть 11 серию фронт освобождения японии 2 разгрома крупнейший в одиннадцатом секторе группы сопротивления на местница корнелия провела операцию по окружению горнари но собственно она рассказывает о что было в прошлой серии мир нагордились своим подавляющим превосходством но уже когда они полагали что их враг побежден свой ход сделал орден черных рыцарей использовав волновое миттер бура на мк2 они заставили подземные водяные артерии одновременно взорваться паром сошел оползень основные силы фронта освобождения британцев были смяты потоками грязи и воды отряд корнели лишился большей части бойцов и был отрезан добившийся этого переломного момента зеро повел черных рыцарей в атаку на отряд корнелии каждая из сторон всем сердцем верит свою победу однако перед лицом времени и судьбы сама по себе вера тщетна и мимолетна да не можно было сказать типа что она победит только один наши примерные потери сигналы примерно 20 процентов 20 процентов в таком состоянии наша цепочка подчинения не сможет функционировать говорит звод марса я не могу найти генерала алекса похоже что вторая дивизия была полностью уничтожена сэрлойд что-то происходит да довольно необычные вещи должен сказать не подтвержденные пока сведения о том что появился орден черных рыцарей за мои поздравления может быть мы дождем со своей очереди сэрлойд это же безрассудство с чего вдруг мне объяснить вам почему-то не объяснили в любом случае пока высшее командование собирает все нужные данные мы вынуждены ждать пытаясь понять как реагировать правильно она была в стороне от потока так что должна быть невредима но так как войска прикрывавшие ее стыла вступили в бой теперь она практически отрезана и что черт возьми делают эти чисто кровные она прям решила всех поубивать я проигрываю один из того я же благородный британец отлично город следует свой пункт назначения оставшиеся здесь войска отправятся за корнелий этих войск он сказал оставшиеся войска да ну я правда не знаю сколько их но с корнелий справиться не так-то легко если бы еще биться с ней с помощью именно вот гурина mk2 да может быть как-то и он он и могу противостоять просто у корнелий это все-таки будем я буду их называть роботами до робота прокачанный самый лучший самый мощный самый классный которые вообще есть у британской империи но потому что все таки бляха это принцесса как бы да вот и денег у нее хватает причем она именно сей специализируется на том чтобы завоевывать территории и так далее так далее то есть она именно вот вояка и справиться с ней будет не так-то просто то есть она даже поодиночке очень сильно и беспощадно что тоже немаловажно хотя для или лучше главное зрительный контакт если вдруг такой зрительный контакт будет в тот же момент корнелия проиграет любой зрительный контакт для нее это смерть все готовы так точно хорошо запускайте бурай 2 выдвигаемся всем все ясно если обалдеть был рукотворным думаю мы сможем напасть на корнелию сзади захватить корнелию сейчас мы поквитаемся за то что случилось 7 лет назад так точно клянемся честью четырех святых мечей что защищать ее высочество а ты смотри тоже неплохие информация слушаемся но плане робота тоже слегка прокачивание что это обычные бурай напоминает события семилетней давности похоже на лилуша кстати решила все таки капитулировать не похожа на нее она реально она умна и поэтому в принципе она могла понимать что чревато оставаться да но в то же самое время то есть такая гордая который думает что лучше всех сильнее всех умнее всех все-таки капитулирует все равно дело это неважно если так будет продолжаться на придется просить вызов ее императорской гвардии докладывай что корнелия была атакована с тыла и что какой отряд постарался это не наши люди похоже что это фронт освобождения кто-то из них понял за кем я охочусь умен они за нас позаботятся об императорской гвардии простите за задержку генерал то да мы вас дождались генерал пожалуйста пошлите все имеющиеся у вас силы в точку где я сейчас нахожусь мы еще можем их победить если сможем удержать основные силы британца победа будет за нами сейчас самое время изменить все в этой войне слышал что в одиннадцатом секторе были выдающиеся генералы и войны неужели один из них сейчас здесь даже если так он мне не ровня но никогда не нужно быть слишком самоуверенным в любой схватке будь то там неважно там война или просто это какая-то игра никогда нельзя недооценивать соперника если ты его недооценишь с очень большой вероятностью ты ему и проиграешь поэтому зачастую знаете на различных там соревнованиях и так далее проходят именно и занимают первые места так называемые темные лошадки да то есть те на кого никто бы в принципе ты не поставил потому что никто бы не подумал что они способны чего-то добиться и на самом деле может быть они они и есть слабы но сильные в итоге противники дают перед ними слабину потому что думают что справиться с ними на раз-два и в итоге проигрывают и те которые выигрывают то есть те которые темные лошадки начинают драться уже и сражаться именно на кураже вот и на этом кураже в итоге начинает побеждать абсолютно всех и их на протяжении уже следующего времени так они начинают всех убеждать и их уже не недооценивают их уже боятся и уже работает страх этого страха и мы обратно же проигрывает то есть так она и работает никогда не нужно недооценивать с кем бы вы не сражались сражайтесь на полную мощность на которую вы можете используйте все свои способности все свои силы идиот если принцесса погибнет битва будет окончена слушать вице-наместница юфимия нам нужно вступить в бой на г-1 и спасти наместницу нет но ведь командир гилфорд загнан в угол и шесть наместницы корнелии теперь в опасности кроме того это база g1 служит нам генеральным штабом наместница специально приказала мне не перемещать ее несмотря ни на что поэтому приветствую специальный корпус прогрессивных инженерных разработок вашим услугам не смеешь вам нерегулярником вообще причал отправить вон слота наблюдать в обычной ситуации мы бы так и поступили на ожидание и ничего не делаем где нас достают вице-наместница юфимия умоляю вас пожалуйста прикажите нам вступить в бой ясно как божий день вы жаждете слабы за спасение на месте если бы одна машина могла изменить обстановку никакой проблемы вообще бы не было да еще и под управлением нумерованного и что попытка ведь не пытка если у нас ничего не выйдет вам же это не повредит правда вы меня вообще слушайте слушаюсь я все сделаю клянусь мы согласилась она чисто чисто благодаря ему правильно вот все-таки она его помнит но я так думаю что она его помнит ты хорош в расширную полковник а как же корнелия если зеро таков как я о нем думаю у него есть план все что мы сейчас можем делать это верить в него что зеро отступил так точно уже направляемся к вам чтобы поддержать сначала займемся сыра дайте мне данные в местонахождении дьявол в день черных лиц или заправляется туда где она намеревалась перехватить тоды остальных оран против корнелии Я слушаюсь, милорд Сузаку, есть одна вещь, о которой я хотел тебя спросить Что же? Ты больше всего на свете ненавидишь людские смерти И в то же время служишь в армии Почему же? Я служу в армии именно потому, что не хочу, чтобы гибли люди Из-за таких противоречий в один прекрасный день тебя убьют Извиняюсь, извиняюсь Ланселот, запуск Интересно, а он силот помощнее, Найтмарафатик? Ну, который, допустим, у Корнелии Да, наверное, нам следует отметить нашего соединения Однако прежде я бы хотел попросить вас сдаться нам добровольно Бля, вот мне кажется, если бы сейчас Зеро одержал бы победу Но это было бы слишком легко Вот, поэтому конкретно именно сейчас И конкретно в этой ситуации, скорее всего, мешает Соланселот И помешает им, и Корнелия все-таки останется Пусть не в выигрыше, но как минимум жива Вот, поэтому их в дальнейшем ждет, наверное, новые стычки Еще пара вещей, о которых я хотел бы вас расспросить Из-за досадной случайности ваше подкрепление не успеет сюда добраться Я победил Корнелии Не глупи, Зеро Этот Если я уничтожу вот этого, то открою себе путь к отступлению Лавкач Ну да, она абсолютно просто сливает Сливает на все сто процентов О, а твой план не был бесчестный? Они взяли нас в клещи, прежде чем мы смогли перегруппироваться Теперь ей ни за что не добраться до ее высочества Он проигрывает по всем фронтам Мы уничтожили вражеское подкрепление Хорошо, отряд перестроится в вращающуюся формацию полного доминирования Есть! Такими темпами принцесса Корнелия Гилфорд Гилфорд, мой рыцарь Я хочу, чтобы вы с Дартланом во всем помогали Юфе Ваше высочество! Я отказываюсь сдаваться Признала свое поражение Так, принцесса Империи Я буду сражаться до последнего вздоха Принцесса Корнелия Какой глупый выбор Глупый, но достойный И вот он, вон все, вот как я и говорил Безрассуден, как всегда Использовал я Ариш, чтобы расчистить себе проход На местнице, вы целы? Я пришел, чтобы помочь СКП-Ир? Кто вас иполномочил? Но теперь она спасена Ланселоту это под силу Эй, а это не тот Найтмер? Ага, тот, что был в Синдзюку и на озере Камагучи Опять? Опять он мешается под ногами Зеро злой, блин Но знал бы он, кто находится внутри этого Найтмера, да? Ну, в принципе, это работает на две стороны То есть, если бы Ланселот знал Кто такой Зеро И кто прячется под маской Ну, там уже зависит от того Кто кому больше поверил бы Ну, явно Лелуш За ним не пошел бы Вот, а он за Лелушем Ну, 50 на 50 Тут такое Как бы, ну, могу чисто предположить, но Не, не знаю бы, что выбрал, честно Горан МК-2 Уничтожь Белоголового Его штурмовая мощь угрожает Успех в операции Слушаюсь Не получилось Сейчас ты заплатишь за Синдюку Как такое может быть? Такой же быстрый, как Ланселот Если я смогу вывести и строить эту штуку Смотри, а сражаются достойно Да оружие тебе не поможет Блокировал? Эй, ты цела? Она-то цела, но... О, где? Сто с Гороном? Правая рука сломана и нуждается в ремонте Отступаем Всем войскам двигаться в точку отхода Если так пойдет и дальше Сражение превратится в битву на истощение Отступаем На меслица Отправляйся за Зеро Ну? Этот элемент питания только что сдох Шевелись Слушаюсь Ну, окей, говорил Мешается Ланселот И в итоге Не, мы точно выиграли Но мы и сами уже на пределе Значит, мы можем... Битва перенесется Отправление Японии как за Мануху А сами драпать, да? От твоей формулировки мне тошно делается Люди же не шахматные фигуры Сомневаюсь, что даже Зеро так мыслит В противном случае он и нас начнет использовать как пешки Но это исключено Его ярость, направленная против Британии Она настоящая Я думаю, что человеку, который познал ярость И понаслышке известна Иди Чель Вышел к нему в открытую? Вызываю главный трейлер из КПИ Обнаружен Зеро Приступаю к задержанию Хм Зеро, за мной должок Твои действия спасали жизни И я знаю, что многие одиннадцатые теперь тайно на тебя работают Но твои методы Они неправильные Это же... Неужели... Зажглась капсулы Синдзюку? Стой! Не трожь этого человека! Си-си? Так она сообщится Зеро? Подожди, что ты делаешь? Ты же бросаешь вызов Найтмеру Я не могу позволить тебе погибнуть Контакт будет непрямым Но все равно попробовать стоит В смысле? У нее есть какая-то своя способность За исключением Геса, которую она передала Отец Невозможно Ты же мертв Нет Я не хотел Я только... Я только... Эй Зачем ты даешь пилоту Гетс? Я всего лишь показываю ему шокирующие образы Хотя сама не знаю, что он видит В любом случае Я использую невозможность И беги Как же ты? Я сейчас не могу уйти Оставь меня Ты же утешеной? Короче, юзанула Генжесу, да? Нет, не сейчас О! 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 Это не то, что я видел раньше Он прикоснулся к ней И увидел ее прошлое Это же... Прекрати! Не лезь мне в голову! Прекрати! Зачем? Тебе Знать все это Это все, что я мог сделать? что это сейчас было но в прошлый раз она вышла даже даже не от такого выстрела не преследовать дальнейшие действия сэра непредсказуемой все что мы можем встретиться с генералом и помочь ему эвакуироваться и это я слышал тебя корнелия не надо после нескольких таких вот реплик и в плане того что она будет сражаться до конца да то есть она верит в то что она делает и она верит всем сердцем в то за что она сражается и то что она ради этого готова отдать свою жизнь и готова сражаться до конца это достойно уважения и в то же самое время то что она признала поражение это тоже достойно уважения и это означает то что она мудрая женщина мудрый человек то есть вот после этих вот двух случаев я даже отчасти и зауважал то есть она мне на протяжении всего этого времени не нравилось потому что ведет себя просто-напросто как стерва да такая как правильно даже слово сказать правильно к слову подобрать слишком высокомерная да и вот это вот меня бесило но все-таки именно вот в этой серии как-то вот у меня чуть-чуть изменилось они мнение она все такая же высокомерная да вот но все равно мнение о ней стало лучше я конечно болеть за нее не буду само собой да там и топить все целое типа корнеля разъеби всех нет я все равно на стороне ли лучше но в то же самое время повторюсь еще раз мнение о ней изменилось в лучшую сторону они обеспечили так необходимую нам возможность отступления я не вижу украши мы ведь не думали что мы сели в плен человек это девушка или нет скорость который заживают ее раны просто ненормально тогда все зюку и и точно застрелили прямо в лоб к лозе стабильные опыты в обстановке секретности так что в Британии о ней знать не должны признаки жизни у нее такие же как у людей больше я могу отдать на анализ ее кровь может и рано стоит сфотографировать что я наконец назвал меня по имени так в конечном итоге войск азера в основном уцелели фронт освобождения японии смог прорвать нашу линию обороны и скрылся воспользовавшись неразбериха вот досада они всегда прикрываются кем-нибудь как щитом а что с курруги его уже вернули пришлось ждать пока элемент питания не разрядился и не обездвижил его армию пришлось ждать были какие-то проблемы с его машиной нет проблемы были у него в голове и контроль я вытащил осколки очистил рану решил решил избавиться от крови благодаря ей я теперь знаю кое-что интересное это твое имя да сверная привычка не брезгуешь подслушиванием это же красивое имя разве нет гораздо более человеческое чем сиси такое очень не надо быть более человечный танцы концов я я забыла все все что знала что мне за ними зачем мне она это имя сейчас подходящий момент сказать тебе кое-что да ты меня спасла так же как и раньше дав мне гиас поэтому скажу лишь раз спасибо а почему лишь раз у меня раньше не благодарен признательности назови мне так как ты сделал ранее а ты имеешь ввиду тем именем разочек как будто им очень дорожишь как нежности в сердце но полагаю раз уж должен она там смы блять а гуглить начну вы чё охуели что ли идет совершенно не так недостаточно нежно совсем без искренности симпатии произношение не то и теплоты недостаточно привередливая ты конечно поэтому я и называюсь сиси сиси блять а мне нахуй сказать выжил я после прошлой серии думал что он погиб нет я увидел как он катапультировался но блин все выглядело именно таким образом как будто он до этого катапультирования прям погиб а он выжил но с ума сошел точно похоже что наш транспорт уже здесь не волнуйся она очень важный для меня друг чеси я не знаю почему снег белого цвета но я думаю что белый снег прекрасен я не испытываю к нему неприязни солка солка ну это серия более понятная чем прошлое прошло просто много так много всех было таких слов и все так резко быстро что я короче не успел соображать в этой конечно в этом плане получше и да в принципе все случилось как я изначально я конечно ожидал что будет окончание битвы вернее окончание битвы и то есть сложилось но изначально я думал что в итоге будет победитель либо лилуш либо канелия так по победителем конечно стал лилуш но не целиком и полностью потому что помешал как раз таки сузаку вот со своим ланселотом ну да потому что ну да было бы очень легко если бы сейчас бесправились корнели и все это было бы очень легко и быстро все-таки такой противник на которого придется потратить побольше по 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 больше экранного времени как-то так но и имя имя либо я слишком тупой его назвали и я не понял просто постоянно когда говорили имя постоянно капля капает что капли и зовут что ли блять или 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 как то есть именно когда он имя произносил молчит и снова звук капли то есть это сто процентов что то означает я я наверное должен был понять что это за имя но эта палат поэтому если я должен был понять напишите мне пожалуйста в комментариях не хочется просто наброс gucken потому что мало ли вдруг это какой-то спойлер то есть вдруг это именно по сюжету он не должен был сказать это имя и по и потом он вам будет сказано где-то позже в следующий каких-то сериях то есть если в следующих сериях она будет назван а и сейчас специально не назвали ты имя то тогда об этом в комментариях не пишите если же я тупой и не понял, и на самом деле это имя можно было понять по этой серии, то тогда напишите мне его в комментариях, окей? Ну а на этом, получается, буду заканчивать, так что всем огромное спасибо, кто побывал со мной на этой реакции, и всем доброго дня, доброго вечера, ребята, в зависимости от того, когда вы смотрите эту реакцию, и увидимся уже совсем скоро в новых реакциях на это аниме и на другие. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok